Всем привет! Лиза и Артём снова на связи. Сегодня у нас очередное путешествие, прогулка по Стамбулу. Мы едем в район Бибек. Это не туристический район, но безумно красивый. Вы всё сами увидите. А сейчас мы находимся в торговом центре. Называется Галата-порт. И здесь вот такая вот смотровая площадка на Босфор. А это мама моя. Это мама моя. Да, Артём, она всё ещё с нами. Вообще-то набережная очень длинная, но сейчас она закрыта из-за того, что приехал круизный лайнер. И мы его собираемся вам показать. Вот конкретно этот лайнер не очень большой. Сколько вот здесь этажей? Ну, наверное, пять. Просто буквально несколько дней назад здесь вот реально десятиэтажный как будто бы стоял. Это была такая махина огромная. Но тоже, конечно, впечатляет. Интересно, здесь торговый центр вот такой достаточно современный. со всеми современными магазинами. Мы здесь уже пофоткались, нагулялись. Вот, ну всё, теперь точно едем в Пебек. Нам таксист сказал, что вот друг разговаривает по-русски. И сейчас мы ему позвоним. Мы сейчас звоним русскому другу. Мы сейчас звоним русскому другу. Мы сейчас звоним русскому другу. Это нормально. Таксисты тут разговорчики. Экскурсию спасибо ему огромное. Вам спасибо, да, мой товарищ красавчик. Он каждое утро за мной приезжает. Мы приехали уже в Пебек, вышли с такси. И посмотрите, какая здесь красота. Вид на второй мост. Он называется Фатих Султан Махмед. Нам сейчас таксисты тут такую экскурсию проводил. Видно Босфор. Да, какая-то здесь башня. Это крепость. Крепость, точнее, да. И ветер прям классно задувает, да, ушки прям круто? Нараба. Пардон, да. А что это башня? Нейм башня? Кефаль, кефаль. 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 Змеев воздушных. Да, сегодня что-то здесь змеев воздушных выпускают, запускают. Мы только прочитали лекцию, что в Босфорию нельзя купаться, так как он, это очень грязный, что. Очень грязная вода, очень грязный пролив, здесь очень много промышленных лодок всяких плавает, и в принципе это мегаполис, и просто куча людей, куча людей, которые наши задавят. Куча людей плавает в этом Босфоре, все вон поднимаются по лестнице, в общем, мама Артему хочет тоже. А еще, кстати, уже видно первый мост. Так, сейчас будем кидать монетки, чтобы наши родственники, друзья сюда приехали, в общем, за всех. Нам раз, все вернулись, чтобы все было хорошо. Три. Все. Ну что, теперь обязательно все приедут. Я вот столько кинула монеток, что Артем аж депортировали из Израиля. Вот такие здесь яхты стоят, и очень уже красивые дома начались, но, конечно же, не здесь. Посмотри на чувака, который сидит в телеке, смотрит. Такой, такой, это, человый мужик. Да. Мы здесь уже были, и, короче, наблюдали интересную картину. Какой-то чувак припарковал свою яхту, перебежал дорогу, и пошел к себе домой. Удобно. Артем у нас, мягко говоря, не социофоб, пошел оставлять свою визитку к какому-то видеографу, что хочет работать вместе с ним. Я так не могу, я так не умею подходить к чужим людям, я стесняюсь слишком. Что, оставил? Да. Ну, молодец. Безумно жарко сегодня, мы зашли сейчас в Старбукс. Вот такие у нас шикарные напитки. Мой любимый мозаик кек, и вот с таким видом сейчас мы будем пить кофе. Да. Нам на пути встретился парк, где снова живут попугаи, но они боятся людей и низко не летают. Вот, смотрите, какая тут атмосфера, очень много людей, музыка, прекраснейшая набережная. Артем, нет. В Турции очень любят пикники, у всех есть раскладные стульчики. Вот сегодня выходной, и прям все усыпано людьми. Это прикольно. И это очень древнее дерево. Вот оно здесь даже подперто чем-то. Вот, сейчас мы будем смотреть, сколько лет этому дереву. Так, что там написано? Ну все, мы выяснили, что этому дереву 305 лет. А это консульство Арабских Эмиратов, оно безумно красивое. Ну атмосфера здесь вообще шикарная. Смотри, что делает человек. Купаться? Нет. Многие помочь. Ну сейчас это... Мы знаем, чем это заканчивается, да? Как водичка. Прекрасно. А, вот, прекрасно. Нам сейчас сказали, что здесь на самом деле чистая вода. Здесь даже плавают какие-то маленькие крабики, потому что сильные... Большие? Потому что здесь сильное течение, и здесь, в общем-то, ну реально очень много даже местных купаются. Мы вот и не знали. Мы думали, что здесь везде нельзя. Короче, вон дельфины плавают в Босфоре. Дельфины плавают. Вы понимаете, дельфины в Босфоре, они... Их прям в стае. Здесь вот, вот, вот прям два. Смотрите, вот, вот они. Короче, на всю улицу орел. Но тут дельфины. Вон там они вдалеке, и вот здесь стая поближе. Я в шоке. Я, я, если честно, я подумала, я, типа, мне уже кажется, в Босфоре дельфины, я подумала, у меня кукуха уже поехала просто. Мы проникаем в жилую часть Бебека. Да, очень, очень классный желтый дом. Как Бебек, мам? Очень красиво. Как дельфины? Дельфины это просто восторг. Это слышали все. Сейчас пока здесь есть еще немного ресторанов и так далее, но потом начнутся только жилые дома. И вот там колорит Турции. Вот там вот можно проникнуться этим вайбом. Я вижу кафешку, где мы сидели с моей, вот мамой и с браком. На брекфасте. Вот она, вот. Вот здесь у нас есть, да, фотографии в этой перспективе. Такие вот домики, как из сериалов, из сказок иногда. Очень красивые, очень красивые элементы. Вот очень красивые двери, кстати. Да, здесь можно вот просто чисто даже с дверьми фотографироваться. Вот такие виды открываются в переулках. Здесь на фоне получается самая большая мечеть Турции, где у нас уже есть видео оттуда. И такая достаточно самая фотографируемая улица. Не самая, а одна из самых... Одна из самых... Это одно из самых фотографируемых мест в Стамбуле вообще. Вот, и мы сейчас, естественно, тоже не пропустим его. Вот эти домики, они, конечно, как из какой-то сказки. Вот, но мы сейчас пойдём дальше. Вот налево. Днём вот тут меняющая тишина, а вообще атмосфера другая. Ещё, кстати, готовятся здесь к осени. Вот это обязательно снять надо. Ну, коты, естественно, в магазинах. Артём рассказывает, что очень много машин. Днём, когда мы здесь были, было прям очень тихо. И ощущение от района совсем другое, когда оно нет людей. Очень не хотелось это осознавать, но... Нам вот на эту лестницу. Бибек — это район горок, к сожалению, и подъёмов, спусков. Почему к сожалению? Зато библики. Ну, тогда хочется задохнуться, когда ты поднимешься. Такой бойный. Это, по-моему, две будет таких вот лестницы прям подряд, поэтому... Поэтому крепитесь. Да. Мы справились. Там уже у нас засвет на камере, но открываются разные виды. Вон там улочка такая красивая и какая-то очень, да, старая стена и орущие дети. Уже потихонечку виднеется, ради чего мы идём, но нужно будет ещё по одной лестнице подняться. Да, вот эта вот лестница. Как вам? Поглядем. Ещё следующая будет? Там она вообще бесконечная теперь. Чём мы в тебя верим? Артём, скажи, как там? Наверху? Да. Стеклянные перила, это прям мне в душу запали. Короче, Артёму нравится вот этот дом. Но... Он его уже третий раз видит и делится эмоциями. Ну, прикольно. А там видишь, у крыши там озеленение, видишь? Мы шли на вот эту крышу, но её, к сожалению, разобрали, поэтому вид покажу отсюда. Здесь открывается шикарный вид. Босфор, виден второй мост. Крышу разобрали. Но ничего страшного, всё равно красиво здесь. Ну, в общем-то, вот здесь ещё лучше вид. Я чуть повыше просто поднялась. Чтобы ещё раз показать, как мы облажались с крышей. Да, что крышу разобрали. Но у нас там есть фотографии, так что ничего страшного. Да, смотрите в наших инстаграмах. Мы поднимаемся дальше. Мы просто гуляем, на самом деле, куда глаза глядят, но идём в одно красивое кафе. А вот на этой стене живут ящерицы, но Артём, к сожалению, не может найти. Пока нет. А ящерицы необычные, они и большие, и вот цвета этой стены. Они как геккон. Ну, как геккон. Да. Нас не остановить. Мы залезем на все горы Бебека. Фух. Это жесть. Всё. Сила закончилась. Ты смотри, какие красивые. Дедуль, спешил фо ю. Специально для тебя. Турецкие петухи. Туркиш чикен. В центре Стамбула. Турецкие. Так, обзор апартаментов для котов. Да, ром-тур. Ром-тур. В общем, здесь у них есть такая подстилочка. Вот столько у них корма. Очень, ой, очень много. Смотрите. Это кошачья общага. Внутри у них подстилка. Да, такая вот кошачья общага. Да, да, это хостел. Хостел. Чтобы в непогоду они могли... Для кота чупчик. Да, 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 чтобы в непогоду они могли прятаться. Здесь они выселяют, тот, кто себя плохо ведёт. Это их запасы воды. И туда, а потом на меня. Да, здесь, конечно, умиротворение такое. Вообще ни людей, ни туристов. Красота такая. Яхты плавают, ветерочек дует. Уже жара такая спала. Вообще супер. Мы обнаружили мандариновое дерево. А запах сногсшибательный. Есть, короче, такие же зелёные, но они спелые. Такой сорт мандаринов. А это... Они должны быть жёлтые, чтобы спелые. Они даже лёгкие, капец. Мы когда здесь были в марте, как раз-таки мандарины были плюс-минус жёлтенькие. Спасибо. Не надо к нам. До свидания. Ну, прошу. Как вы думаете, кого мы встретили абсолютно случайно? Наших горячей? В 25-миллионном городе. Саша, привет. Саша, привет. Полгода спустя мы снова здесь. Все в сборе. И мы будем ужинать вот с таким шикарным видом. Давайте, давайте. А ты снимаешь, как мы чокаемся? А мне чай. А, всё, давай. А мне снять. А мы сами сказали, а вы же да сказали. Да-да-да, всё, давайте. Давайте за встречу и за классное будущее. У нас резко поменялись планы, потому что ребята предложили нам поехать на третий мост на машине. Ну, и мы очень долго думали, но приняли решение согласиться. Но зато не выбейте. Мы уже приехали. Беднеется красивый третий мост. Только сегодня в выпуске говорили, что турки любят пикники, у них есть стульчики. И отгадайте, что мы несем и куда мы направляемся. Всё, мы ассимилировались. Блин, вообще красиво. Этот мост похож на мост Сан-Франциско. Он больше, да, чем Сан-Франциско? Да, но он больше. Как он называется в теледисках? Да. Этот, по-моему, селимая вуза осторожней. Сейчас ловить будем. Да, селимая вуза. Подай, подай, подай канат. А мы и есть будем. А еда будет-то. Вообще здесь очень много просто разных кафешек. Они очень красивые. И я надеюсь, что мы сейчас где-нибудь поедим. Да, я бы не отказалась поесть. Сейчас клинч было. Мы пришли на песочный пляж. Но не знаю, видно что-то на камере или нет. Так, вообще не знаю. Мне кажется, там ничего не видно. Всё чёрное у меня просто в экранчике. У нас такой будет пикник. Давай, свети на Дашу. В общем, если поверьте, здесь у нас плед. Стулья, да, два Саши светят. Саш, на себя. И Саш, тут ещё Саша. Блин, здесь очень-очень-очень красиво. Но, не знаю, вот на телефоне, конечно, выглядит обалденно. За таким шикарным столом заканчивается этот выпуск. Кстати, он крайний с моей мамой. Давайте привет в будущее. Мам, передавай себе и всем остальным привет в будущее. Да, передаю, чтобы обязательно вернуться. И что такое? Такой прекрасный ужин на таком прекрасном фоне, с такой прекрасной компанией. И с едой прекрасно. Что у нас? И с очень хорошей, вкусной едой. Супер. Если тебе было интересно, подписывайся, ставь лайк, следи за нами. Ну, а на этом всё. Покеда. Пока-пока.